Здравствуйте, дорогие любители шахмат, подписчики моего канала на YouTube и зрители. Меня зовут Евгений Гринис. Приглашаю вас на учебное видео в шахматную школу Евгения Гриниса, бесплатную шахматную школу в интернете для всех тех, кто хочет улучшить свою игру. В этом видео я хотел бы изучить вместе с вами седьмую партию из матча на первенство мира 1966 года между Борисом Спасским и Тиграном Петросяном. Эта партия, по моему мнению, является одной из самых запоминающихся партий среди всех партий, сыгранных в матчах на первенство мира. Эта партия насыщена идеями пешечной стратегии, а также другими стратегическими идеями. В ней была разыграна атака Торы в дебюте ферзевых пешек. В какие-то моменты этого видео я, может быть, буду задавать вам вопросы или давать задания, решение которых, или даже просто попытка поиска решения, и должно принести вам максимальную пользу в плане повышения силы вашей игры. После того, как будет дано задание, вам надо будет сделать паузу в видео и попытаться найти решение. Не слишком опытные шахматисты могут для поиска решений поставить рядом с экраном шахматную дошку. Вам разрешается передвигать фигуры на доске. После того, как вы запустите видео снова, вы услышите от меня решение. Как и всегда, ссылки на страницы моего сайта, соответствующие темам сегодняшнего видео, вы сможете найти в описании под видео, если развернете его полностью. Другие видеоролики по сегодняшней теме вы сможете найти в моих плейлистах, ссылки на которые я также помещу в описании под видео на YouTube. Кроме того, их можно будет увидеть в графических примечаниях в самом видео. Может быть, вам даже удастся обнаружить в описании спрятанное в этом видео так называемое пасхальное яйцо, или по-английски Easter Egg. Своеобразный киндер сюрприз. В анализе и в оценке различных позиций в этом видео мне, как и всегда, будет помогать мой друг Гроссмейстер с рейтингом примерно в 2700, которого я в дальнейшем буду называть просто компьютер. Это видео может оказаться особенно полезным для тех, кто играет или собирается играть атаку Торы в дебюте ферзевых пешек за белых или за черных. Итак, седьмая партия матча на первенство мира 1966 года. Борис Спаский белыми против Тиграна Петросяна черными. До этого Борис Спаский последовательно победил в кандидатских матчах Пауля Керриса, Ефима Геллера и Михаила Таля, что позволило ему стать претендентом на звание чемпиона мира. Спаский начал партию ходом Д4. И это была единственная партия в матче, которую Спаский начал ходом Д2-Д4. До этого он три раза играл Е4 и Петросян сделал три ничьи в защите Каракан. Перед этой седьмой партией счет был 3-3 при шести ничьих. КОНЬ Ф6, КОНЬ Ф3, Е6, СЛОН Ж5. Эта система игры была разработана в 1920-х годах мексиканским шахматистом Торо и названа его именем. В этой партии Спаский решил применить психологический прием, сыграв коронный дебют противника. Эту систему Петросян сам играл белыми на протяжении многих лет. По словам Давида Бронштейна, Борис предложил Тиграну поиграть во дворе дома, в котором тот вырос. Д5. Петросян избирает классическое продолжение. В случае С5, Е3, возникала основная позиция атаки Торы. Здесь слабо было Б6. И за Д5. Как было сыграно в партии Петросян-Козма 1958 года. А на Ферзь Б6. Белый обычно жертвует пешку. Конь Б на Д2. Ферзь берет пешку на Б2. Слон берет коня на Ф6. ЖФ. Слон Е2. С острой игрой. Как раз в стиле Спасского. Д5 было сыграно. Конь Б на Д2. Слон Е7. Е3. Конь Б на Д7. Обратите внимание на то, что Петросян пока сознательно не рокирует. Слон Д3. С5. С3. Вопрос. Как черным продолжать развитие? Должны ли они рокировать? Сделайте паузу. Партии было сыграно Б6. Хорошей идеей является развитие Ферзьевого фланга до определения позиции короля. Если черные хотят избежать появления белого коня на Е5, они могут пойти в Ферзь С7, что было рекомендовано самим Петросянам. Но Петросян избирает ход, который Спасский с меньшей вероятностью мог ожидать. А именно, Б6. Белые рокируют. Слон Б7. При закрытом центре можно и не спешить с рокировкой. Белые в данной системе, как правило, готовят атаку на королевском фланге. Поэтому очень важно иметь возможность укрыть короля на противоположном участке доски. Спасский играет конь Е5 с идеей укрепить коня ходом Ф2 и Ф4. Вопрос. Каков лучший ответ черных? Сделайте паузу. Чёрные размениваются на Е5 до того, как белые построят позицию Пильсбери, сыграв Ф4. Конь взял на Е5. ДЕ. Конь Д7. Критический момент. Спасский пошёл слон Ф4, сохраняя больше фигур на доске. Но этот ход не очень эффективен, из-за того, что чёрные ещё не определили позицию своего короля. Лучше было, слон берёт на Е7, ферзь берёт слона Ф4. Длинная рокировка. Со сложной игрой. Слон Ф4 было сыгранным. Ферзь. 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 С7. Подготавливая рокировку в длинную сторону. Конь Ф3. Защищая пешку Е5. Ферзь. 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 С Jeep. Это抬6. Ферзь. 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 ответил ходом b4. Это жертва пешки, единственная возможность осложнить игру. Спаски понял, что черные будут рокировать в длинную сторону и пытается захватить инициативу на ферзевом фланге любой ценой, но пешку брать не обязательно. Здесь Петросян сыграл g5. Петросян не соблазняется выигрышем пешки после cb. Слон берет на b4. Белые могут поставить коня на поле d4 с атакующими шансами у белых. Вопрос. Можно ли в этой позиции забрать пешку e5 конем? Сделайте паузу. После конь берет на e5. Следовало, слон берет коня. Ферзь берет слона на e5. Ферзь, а4 шаг, двойной удар. Король e7. Ферзь берет на b4 шаг. С лишней фигурой за две пешки. Возвращаемся к партии, где было сыграно g5. слон g3. h5. Спаски сыграл h4. Черные взяли на h4, вскрывая линию g для атаки на белого короля. Слон пошел на f4. Сохраняя защиту пешки e5. Черные рокировали в длинную сторону. Снова критический момент. Петросян рокирует, чтобы соединить лаги и сдвоить их по линии g. А4. А4. Спаски хочет предпринять пешечный штурм на ферзьевом фланге. Более логичным выглядит вскрытие линии b, bc. На это, согласно компьютеру, лучшим ответом является конь берет на c5. С идеей после конь d4 взять конем на d3. И после ферзь d3 сыграть ферзь на c4. С последующим ладья d на g8. Например, ферзь d1. Ладья d на g8. Король h1. Ладья g4. Слон h2. Ладья h на g8. И у чёрных лучше. Возвращаемся к партии, где была сыграно a4. После 20-ти минутного обдумывания Петросян демонстрирует своё глубокое понимание шахматной стратегии. Он играет c4. Согласно классическому мировоззрению, этот ход является позиционной ошибкой. Так как создаёт слабость на поле d4, которая может быть использована конём белых. Ещё стейниц учил не создавать таких дыр в позиции. Что же делает Петросян? Дело в том, что учение стейница полно исключений. И Петросян осознал, что в данной конкретной позиции слабость поля d4 не является определяющей. В конце концов, чем может быть так уж опасен конь на d4, который не сможет атаковать важных пунктов позиции чёрных? И кроме того, конь вообще в ближайшем будущем не сможет пойти на d4, так как он должен защищать пешку e5. В острых позициях с пешечными атаками на разных флангах гораздо важнее не позволить противнику вскрыть линии напротив своего короля. Спаски сыграл слон e2. В этой позиции в распоряжении белых был интересный ход. Слон f5, который Спаски видел и показал после окончания партии. Компьютер считает, что после взятия слона чёрные сохраняют перевес. Белые играют e6. Слон d6. Берут коня с шахом. Ферзь берёт на d7. Слон берёт слона. Ферзь берёт на d6. Но Петросян вряд ли бы пошёл на этот вариант. И не стал бы брать слона. Так как в этой позиции лишние пешки чёрных сдвоены. А белый конь действительно сможет занять слабое поле d4. Но если бы чёрные не стали брать слона на f5, белые могли перевести его с f5 на h3. Где он с одной стороны цементировал бы оборону королевского фланга белых. Но с другой стороны стоял бы на h3 как большая пешка. Что и не понравилось с паском во время партии. В партии было сыграно слон e2. Следующим ходом Петросян играет a6. Соль замысла чёрных. Петросян демонстрирует приём, который в корне пресекает надежды белых на атаку на чёрного короля. создавая динамическое противостояние пешек. После этого хода вся игра будет вестись на королевском фланге. Где у чёрных полуоткрытая линия g. То есть игра будет по сути вестись в одни ворота. на a5 последует b5 а на b5 последует a5. Попробуйте запомнить этот метод Петросяна по остановке пешечной атаки белых. Это поможет вам защитить своего короля в одной из ваших будущих партий. Итак возвращаемся к партии где было сыграно a6. Спаски понял что на ферзевом фланге он ничего не достигнет. Играет король h1 упустив шансы на атаку белые готовятся к защите. Но без контр-игры это мало что обещает. ладья d на g8 ладья g1 ладья g4 готовя сдвоение ладей по линии g ладья d2 ладья h на g8 Спаски сыграл a5 и черные ответили конечно b5 ладья а пошла на d1 Как черные могут усилить давление на центральную пешку белых на e5 сделайте паузу Петросян пошел слон f8 с идеей сыграть слон g7 или может быть даже f6 подрывая пешку заранее уводя слона из-под удара после хода f6 ef конь h2 атакуя ладью на g4 Как ответил Петросян Сделайте паузу Конь взял пешку на e5 Одна из знаменитых позиционных жертв качества Петросяна который применял такой прием во многих своих партиях За качество черные получат более чем достаточную компенсацию Кроме того у них образуется подвижная пешечная фаланга сметающая все на своем пути Конь взял на g4 hg За качество у черных две лишние пешки контроль над центром и атака на короля Спаски сыграл e4 пытаясь хоть как-то оживить ладью Почему плохо было черным брать здесь пешку e4 сделайте паузу на этот ход белые взяли бы коня на e5 и после ферзь берет на e5 поставили бы мат на d8 паузу варианты может быть проходили бы у радостных шахмат блицы по 3 минуты но не в матче на первенство мира после e4 петросян ответил слон d6 ферзь e3 конь d7 с целью разменять слона f4 который является ключевой фигурой белых как для атаки так и для защиты после размена слонов оборона белого короля ослабевает белым ничего не остается как взять слона на d6 ферзь берет на d6 ладья d4 белых лишнее качество за 2 пешки и удивительно что после партии Спаски сказал что он считал свою позицию лучшей в этот момент компьютер однако видит здесь большой перевес у черных то есть Спаски неправильно оценил позицию черные сыграли e5 ладья пошла на d2 как Петросян ответил на этот ход белых сделайте паузу петросян играет f5 лучший ход в данной позиции макс эве как-то назвал петросяна большим мастером играть пешками данная партия хороший тому пример черные сокрушают последний оплот белых в центре спаски ответил еd петросян считал этот ход сильнейшим на ef следует активизация ферзя ферзь f6 с идеей h3 и с большим преимуществом у черных еd было сыграно в партии f4 глядя на эту позицию нельзя не вспомнить филидора который говорил пешке душа шахмат ферзь е4 конь f6 атакуя ферзя ферзь f5 шах король b8 угрожая ходом е4 в паске сыграл f3 чтобы предотвратить на движение пешки е5 на е4 вопрос как бы черные продолжали если бы белые сыграли ферзь е6 сделайте паузу черные могли взять ферзя на е6 после де сыграть конь е4 атакуя ладью например после ладья д7 следовало конь берет на f2 шах король h2 и g3 мат возвращаемся к партии где было сыграно f3 черные ответили слон c8 отбрасывая белого ферзя назад ферзь b1 g3 остается провести последний удар h4 h3 ладья e1 h3 на взятие на h3 следует g2 шах король g1 и ферзь d7 с быстрым матом после h3 спаски ответил слон f1 ладья h8 и белые взяли пешку на h3 на король g1 следовало ферз c7 с идеей ферзь a7 шах по открытой диагонали в партии после хода g1 h черные взяли на h3 король пошел на g1 на взятие слона на h3 следовало ферзь d7 используя связку слона с выигрышем поэтому король g1 слон взял на f1 король взял на f1 e4 финальный прорыв иллюстрация высказывания немцовича проходная пешка стремится двигаться вперед на взятие пешки на e4 следовало f3 с выигрышем поэтому после e4 была сыграна ферзь на d1 конь пошел на g4 это был записанный петросяном ход после которого партия была отложена жертвуя коня черные прокладывают путь пешком после этого хода у черных множество угроз удивительно что Спаский не сдался без доигрывания белые взяли коня на f4 у них сейчас лишняя ладья ладья за пешку f3 грозит мат ладьей на h1 ладья пошла на g2 Спаский вынужден отдать лишнюю ладью чтобы избежать мата фж шаг в этой позиции Спаский сдался после двухминутного обдумывания спасения от матов нет например король е2 ферзь f4 угрожая матом ходом ферзь f2 ферзь d4 защищая поле f2 и нападая на ладью черных тогда следует ферзь f3 шаг король идет на d2 единственный ход ферзь f2 шаг двойное нападение король d1 следует размен ферзей или здесь ладья h1 и согласно компьютеру мат не позднее шестого хода петросян писал об этой партии одна из лучших моих партий она демонстрирует мои творческие воззрения максимальное ограничение возможностей соперника стратегия игры по всей доске окружение неприятельского короля и постепенное сжимание кольца вокруг него петросян успешно защитил свой чемпионский титул победив претендента что удалось чемпиону мира впервые за 34 года матч закончился со счетом 12 с половиной на 11 с половиной позже петросяна итак в этом видео мы с вами познакомились с атакой тора в дебюте ферзевых пешек встретившейся в партии с такими темами как подвижные пешки позиционная жертва качества атака на разных флангах при рокировках в разные стороны ликвидация угрозы пешечного прорыва я надеюсь что это видео вам понравилось и было для вас полезным если это так ставьте лайки подписывайтесь на мой канал по ссылке через youtube и комментируйте данное видео как я уже говорил в нескольких последних видео не надо подписываться на мою страницу в google плюс подписчики через google плюс подписки в отличие от подписок через youtube я проверить не могу и поэтому отношусь ко всем подписавшимся через google плюс так же как шахматным ботом если вы подписаны на мой канал и хотите остаться в числе подписчиков снимите пожалуйста галочку со строки не показывать информацию о моих подписках если вы ее туда поставили только в этом случае я смогу в любое время проверить являетесь ли вы моим подписчиком или нет и вообще я бы не рекомендовал употребляться ботом и скрывать свою идентичность ну а тем кто не подписан на мой канал я бы не советовал задавать на нем какие-то вопросы или что-либо комментировать особенно в случае скрытия своей идентичности но те чьи подписки я не смогу в любой момент проверить на ютюбе будь то по причине подписки через гугл плюс или по причине скрытия информации о своих подписках могут быть навсегда исключены из числа подписчиков моего канала так же как я это проделываю шахматными ботами если вам нравится мой канал и вы захотите способствовать повышению его популярности вы можете использовать опции под видео добавить ваш плейлист поделиться в социальных сетях например в фейсбуке или твиттере спасибо тем кто добровольно поддерживает мой канал материально ссылку для поддержки канала можно найти в описании под этим видео а так же на многих страницах моего сайта и последний вопрос удалось ли вам обнаружить скрытое пасхальное яйцо или easter egg в этом видео внимательно приглядитесь не появилось чего-то нового за последние 10 секунд конечно только онлайн на ютюбе до свидания до новых встреч до новых встреч